Хотела поделиться своей радостью. У меня получилась икуна чудесная под руководством моей Елены Александровны, стажук. Я вот написала икону, хотя сама себе не верю, до сих пор не верю, что это я написала, потому что у меня не было никаких задатков. Вот серьезно говорю, не было задатков художника. И со школьного возраста я не рисовала, не держала даже в руках кисть. Даже для развлечения я не рисовала никогда. И совершенно случайно узнала про эти курсы. До этого даже не задумывалась, что я смогу написать. Так-то я человек верующий, но себя в этой роли иконописца я пока не видела. И когда я узнала эту важную вещь для меня, что я могу попробовать, мне помогут, я очень обрадовалась. Честно говоря, я как раз только купила компьютер и хотела его обратить на какое-то благое дело. Вот у меня Господь положил такую мысль, что не случайно я купила этот компьютер, у него огромный экран такой, я очень хорошо на нем вижу все уроки, которые Елена Александровна для нас с любовью записывает. Как только я его включила, буквально на второй-третий день я увидела, даже странно сказать, рекламу, информацию о русской иконописной школе. И я сначала, конечно, сомневалась, потому что такая вещь, казалось бы, она должна передаваться от мастера к мастеру, как это возможно онлайн осуществить. Но я решилась все-таки. И вы знаете, я вот ни одной секунды не жалею. Хотя у меня были очень тяжелые моменты, когда мне приходилось переделывать это все, отмывать, наносить заново, до самого первого слоя. Вот. Но все равно я ни секунды не пожалела, что я этим занялась. Вот. И даже я не хочу это прекращать, это занятие, если Бог даст. Мы и дальше будем продолжать Елене Александровне, под ее четким руководством, писать иконы чудесные. Вот. Ну, надо решаться на что. Кто чего хочет, он должен на это решаться, потому что годы уходят. Я вот одно жалею только, что я не начала это раньше. Пока у меня было зрение единица, мне не нужны были очки, лупы. Вот. Но если все это поправимо, очки чуть-чуть посильнее и, как говорится, задела. Если я даже пошла, купила очки, сразу у меня подруга увидела, говорит, я что, сумасшедшая, 10 пар очков купила. Ну, у нас там просто... Я нашла такое место, где из натурального стекла очки недорого продают. И вот я так обрадовалась, и я взяла... У меня свое зрение для писания плюс 2,5, я взяла плюс 3, плюс 4, плюс 5. Они всем не пригодились, потому что когда что-то мелкое делать, я через них смотрю. Вот. Так что ни возраст, ни помеха для иконописца. Ничто не помеха. Вот. Я очень рада, благодарна. Вот я сейчас приехала, привезла свою икону. И у меня такая радость. Я, кажется, моя икона первая сюда добралась, на выставку. А это все совершенно случайно. Потому что мне просто не подписали отпуск. Я очень хотела. Я так загорелась мыслью приехать на выставку. Я просто терроризировала отдел кадров нашего заветовщего отделения. Но обстоятельства сложились так, что они никак не могли мне подписать отпуск. На август. Вот. А отпуск у меня сейчас. Он у меня был еще запланирован в октябре-ноябре прошлого года. И как мы пишем, так мы и идем в отпуск. И я решила, ну, просто вот так вот приехать. Потому что икона готова. Она вот как раз только высохла, три лаковых слоя. Я все боялась, что она не высохнет. Потому что когда уже третий слой наносишь, он все медленнее сохнет. Но вот как раз к моменту отъезда моего она высохла полностью. И вот я очень с большим благоговением ее привезла. Я даже в поезде как-то боялась ее вниз ложить. Я вытаскивала, ложила повыше. Потому что икона освященная, батюшка осветила мне ее. В Александровневском соборе Петрозаводской это получилось. Ну, жаль, что не в Апатитах, не в родном городе. Я бы там, может, и в монастыре могла осветить, вот, Казанской Божьей Матери. Но так как живу сейчас, работаю в Петрозаводске, то пришлось там и освящать. Ну, собор этот тоже я очень люблю, он мне безумно понравился. Мне ехать до него где-то больше часа времени, если особенно в пробках застроения, то все два часа. Но я езжу туда на выходные, на литургию воскресную. И вот батюшка, отец Евгений, мне ее осветил, эту икону. Вот, им очень всем она понравилась. Вообще люди, когда видят, они не верят, что я сама написала эту икону. Ну, тем более, когда я говорю, что я не иконописец профессиональный. Ну, сейчас-то я считаю себя, конечно, иконописцем. Слава Богу, Господь сподобил так послужить. У меня был еще очень большой дефицит церковного общения, церковного служения. Потому что до вот этой всей истории с ковидом я паломничала, трудничала в монастырях, в церквах. Вот я этим жила. А тут у меня такое какое-то стало даже чувство, что я как-то отпадаю от церкви. Мне не хватает, как бы я становлюсь мерзкая. Вот, где-то я уже и помолиться забывала. Где-то и сил не хватало, не хватало желания. А тут вот, когда пишешь икону, то молитва, она вот, поверьте, она сама придет. Потому что без молитвы вы ляпнете не туда обязательно. Это не картина, это икона, ее надо с благословением, с молитвой писать. Вот интересно, когда сказали взять у батюшки благословение. А у меня здесь духовного отца в Петрозаводске нет. Я думаю, кого же я возьму благословение. Пришла в церковь, хотела даже после, была воскресная литургия, хотела остаться, подойти к настоятелю храма. А он вышел и сказал, значит, отец Иоанн, как чувствовал, или Господь ему на душу положил, перекрестил нас всех крестом и сказал, я благословляю вас всех на все ваши добрые начинания, Бог вам в помощь. Вот так он всем сказал. Я даже почувствовала, что мне индивидуально и не надо подходить. Как-то я почувствовала, что надо писать, надо начинать писать икону. Но потом я им, конечно, сказала, что я написала икону, я им показала. Они все знают, они тоже все удивляются. Хотя они меня немного перепутали с другой женщиной, которая раньше у них служила. Но это отдельная история. И удивились, что она еще иконы пишет. Она раньше у них в хоре пела и шила облачения. А теперь она еще у них иконы начала писать. Они очень обрадовались. Но потом я им объяснила, кто я. Они все очень рады. А в апатитах пока не удастся показать икону. Но я ее сфотографировала, распечатала на формате А4, специально на цветном принтере. Поэтому всем близким людям обязательно покажу, кто за меня волнуется. Вот это самое. У меня есть такие друзья воцерковленные. Они очень переживали, молились. У меня один все раб божий. Александру он всегда звонил и спрашивал, что когда начнешь писать, я буду молиться. И он молился. Я чувствовала тоже его поддержку. И всегда он спрашивал, ты сейчас не пишешь икону? Я тебе позвонила. Может, я мешаю? Я говорю, нет, сейчас не мешаешь. А если развела краски? Я говорю, ну я уже развела краски. Он говорит, все, все, все. Это самое главное, говорит. Потому что он тоже тянется к прекрасному. Я ему тоже сказала, что можешь поучиться писать икону, но он боится. У него такой страх. Он пока только их оформляет, делает оклады разные иконы. Там вырезает, лаком покрывает. Я говорю, ну ты сам лучше напиши. Ты же не знаешь, какая у тебя будет казанская, какая твоя будет казанская, Божья Матерь. Но он говорит, нет. Я, говорит, боюсь. Так что это еще для смелых занятий. Многие просто боятся. Но Господу служить, это, конечно, отдельная история. Господь особо благословляет, особо испытывает тех, кто Ему служит. Это любое дело доброе бывает искушаемо. И противится враг любому доброму делу. Но и ангелы Божьи помогают. Я когда начала писать икону, мне стали даже сниться сны, как я пишу икону. И один раз я не могла понять, какая ошибка, как поправить. И мне во сне пришло решение. Но только один раз. В основном, конечно, Елена Александровна была этим ангелом, который подсказывает, что радужки сильно большие, или там линия подбородка не та. А так вот один раз мне действительно ангел как-то, видать, навил, потому что это был такой светлый, радостный сон. Я прямо увидела, как я вот этот тон развожу нужной краски, как кладу. Я быстро проснулась и поняла, что это как раз то самое, что нужно мне. И вот это, как говорится, была помощь от Божьей Матери, от Бога мне. Господь у меня сначала первый раз как казах получился, потом как цыганёнок. Я никак не могла лика добиться. Но всё равно как-то считаю, конечно, что первая работа. И я себе прощаю кое-какие неточности, потому что оригинал очень безупречный, по которому мы работаем, наш образец. Ну, это писал иконописец с большим стажем. Вот я понимаю, что с первого раза так не получится. Но я очень довольна результатом. Я свою икону очень люблю, потому что я вот всё время сравнивала себя с другими учениками. Я иногда мне казалось, что у меня хуже всех. У всех так чётко, у меня всё расплывчатое, как-то волнообразное. Лик Господа вообще как облачко первое им получился. Но потом вот я так как-то к ним привязалась, что я чувствую, что это, ну, понимаете, они мои родные, вот, родные. И молиться перед своей иконой – это совсем другая молитва. Мне даже как-то было лень в последнее время перед иконами стоя молиться. Я где-то по пути молилась там, вычитывала, или где-то там что-то делаю, молюсь. А тут вот такая радость – встанешь перед иконой, свечку зажгёшь, и прямо вот, ну, идёт молитва. Вот серьёзно говорю, потому что икон сейчас качественных писанных очень мало. Не во всей церкви есть даже писанные иконы. А дома иметь икону – это роскошь. Это роскошь, которую не всякий может себе позволить. Потому что настоящая икона, она живёт века. Это не бумажка. Это только уникальная икона. Она будет только у вас. Больше нигде такой не будет. Хотя, конечно, Божья Матерь, она одна. Но вот именно вот этот молитвенный путь, молитвенный подвиг ваш будет уникален. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Здорово. Интересно. Спасибо. 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 Спасибо.